Физкульт привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Мы начинаем серию видеороликов о соревнованиях бикини, подготовке к соревнованиям и псевдо-тренерам. Это будут ролики в общем про соревнования, про подготовку, о том, что можно и нужно готовиться к соревнованиям по фитнес-бикини без каких-либо жиросжигателей и особенно без фармакологии, без мужских гормонов. Но на деле происходит все совершенно по-другому. Данная серия роликов будет конкретно. Большое спасибо девушке Марии Вакуленко о ее подготовке, о ее истории, как она пришла в зал, как ее с первых шагов посадили на убийственную диету, безграмотную диету. Прописали клинбутерол, опасный для здоровья препарат, и посадили даже после того, как у нее из-за всего вот этого пропал цикл, еще и на мужские гормоны. Жесть просто. Девушка расскажет потихонечку все, как было. Я буду комментировать. Также я пригласил комментировать данную ситуацию специалиста-эндокринолога, уважаемого в России специалиста, который также ведет и спортсменов, что очень и очень важно. Мария не хотела называть тренера, называть имена, но я вам скажу, друзья, мы должны знать этих людей. Ее главный тренер оказался президентом Федерации бодибилдинга Донецка. Представляете, насколько высокого полета птица, насколько должен быть грамотным подход у этого человека, как тренера, в первую очередь к девочкам, которые приходят к нему заниматься с первых шагов. Вот обо всем об этом мы будем с вами говорить. Если человек, данный человек, о котором мы только что говорили, захочет тоже сказать свое слово, пусть снимет видео, пришлет его, и мы выложим его на канале. Или выложит где-нибудь на другом канале. Мы говорим сейчас только со слов Марии, и я буду давать консультации, я буду давать комментарии, и будет давать комментарии доктор Калинчев. Здравствуйте, меня зовут Калинчев Алексей, я врач-эндокринолог, гинеколог-эндокринолог, диетолог и нутрициолог. Занимаюсь, специализируюсь на людях, занимающихся спортом активно. Буду комментировать ситуацию для Егора Рубановича и его канала Heavy Metal Gym. Привет всем зрителям канала Heavy Metal Gym. Меня зовут Маша, и сегодня я хотела поделиться с вами своим горьким опытом в первой подготовке к соревнованиям по бови-билдингу в категории фитнес-бикини. К сожалению, эта тема очень животрепещущая на данный момент, и все больше и больше обычных девушек, даже обычных клиентов тренажерных залов сталкиваются с этими проблемами. Но, тем не менее, эту тему никто не освещает, а звезды фитнес-индустрии предательски молчат об этом. Многие люди, кто приходят в фитнес-клубы, через какое-то время видят неплохие у себя результаты и решают начать выступать на соревнованиях различного уровня. Что я хочу сказать таким людям? Готовиться к соревнованиям – это вещь неплохая, она мотивирует, стимулирует, дает энергию дополнительную, мотивацию для того, чтобы заниматься регулярно и грамотно. Но вот сам процесс, конечный процесс подготовки в виде так называемой сушки – это вещь очень вредная. Поэтому я всем, кто думает начать готовиться, сразу предупреждаю. Вот взвесьте все плюсы и минусы такой подготовки. Действительно грамотный подход – прийти в тренажерный зал и взять тренера. Особенно если сам ни в чем пока не разбираешься, ничего не понимаешь по какой-либо теме, а мы говорим конкретно о тренинге. Но мы будем с вами говорить о ошибках, о серьезных нарушениях этики в том, что советовал данный человек, данной девушке. Если у вас есть свои примеры, не стесняйтесь, присылайте. Давайте выводить все это на чистую воду, чтобы понимать, чтобы люди, которые не должны заниматься этим делом, не гробили больше женское здоровье. И кстати, многие говорят о том, что девушка сама виновата. Да, действительно есть часть вины на ней, но обращаю ваше внимание, тренер всегда как отец. Я отношусь к своим подопечным действительно с отеческой любовью. Я стараюсь преподносить им все свои знания. Я не стараюсь вывести их на какой-то высокий уровень любым путем, лишь бы это сделало мне рекламу. Наоборот, и никто не даст соврать из моих учениц, многие говорят мне, что хотят начать применять фармакологию. Но я настаиваю на том, я даже отказываюсь работать с девочками, которые хотят принимать фармакологию, придя в зал. Не отзанимавшись даже года. Поймите, первый год тренинга самый продуктивный и для парней, и для девчонок. И нужно выложиться в нем, выжать из себя максимум, просто с оставлением грамотного плана питания. Что же делал данный тренер? Он посадил бедную девочку на жесточайшую диету, просто убийственную диету. Даже от этого у нее пропал цикл. Она ела всего 75 грамм каши в сутки и 500 грамм куриного филе. Представляете, это просто убийственно. После этого он прописал ей еще месяц без углеводки. Сейчас любой маломальски грамотный специалист знает, что нельзя не просто для здоровья сидеть без углеводки, а это просто контрпродуктивно, потому что начнут сыпаться ваши мышцы. Но тем не менее, данный человек сделал такую рекомендацию, и после того, как у девочки начались проблемы, он все равно продолжает гнуть свою линию, назначая ей еще и без углеводку. И сажая ее еще на кленбутерол. Я в шоке. И как здесь можно обвинять девочку, я не понимаю. Кстати, друзья, чтобы мы понимали, какого мнения придерживаетесь вы, пишите свое мнение в комментариях. А лайком и дизлайком давайте договоримся так. Тот, кто поддерживает девушку, ставит лайк. Кто поддерживает псевдо-тренера президента федерации, ставит дизлайк. Так мы с вами будем понимать, кто на какой стороне. Достаточно мало пользы для организма вы получите, а вреда очень-очень много. Ну, в чем заключается вред? Вред заключается именно в процессе сушки. То есть, когда человек очень сильно ограничивает себя в углеводах. Сначала простых углеводов, а потом и сложных углеводов. И с помощью различных средств, так называемых жиросжигателей, ускоряет процесс ухода так называемого лишнего жира. Но лишний он не с точки зрения здоровья очень часто, а лишний он просто с точки зрения требований спортивной формы. Вот это очень-очень вредно в подавляющем большинстве случаев. Что касается жира, с точки зрения эстетики. Да, действительно, для бикини не нужен жир. Но для бикини нам не нужна и супер сушка, супер рельеф. А кто следит за моими статьями и видеороликами, понимает, что сушка это не жиросжигание и даже не похудение. Сушка в бикини вообще не нужна. Друзья, найдите по ссылкам у меня на сайте, что такое сушка, что такое похудение, что такое жиросжигание. Сушка нужна только в категориях бодибилдинга, таких как бодибилдинг, классический бодибилдинг, менс физик, где нужен максимально глубокий рельеф. Что такое сушка? Сушка это манипуляция с водой, когда вы специальными манипуляциями приводите организм к тому, что он избавляется от воды максимально, выводя ее даже из-под кожи. Вот это самое опасное состояние обезвоживания, из-за которого начинаются судороги, из-за которого и умирают спортсмены. От инсулина и от обезвоживания. От анаболических стероидов еще ни один спортсмен не умер. Кто бы вам что не говорил. Обращаю ваше внимание, понятийный аппарат очень и очень важен. Потому что когда отовсюду нам говорят сушка, сушка, многие воспринимают это как данное. Но в бикини сушка не нужна. В бикини нужен хороший рельеф, неглубокий, даже без четко видных кубиков пресса. Повторяю, бикини это красота спортивной женской фигуры. И не обязательно даже качающейся девушки. Спортивная женская фигура может быть у любой практически спортсменки. Естественно, что с помощью тренажерного зала сделать это гораздо легче, быстрее. И для этого достаточно всего лишь грамотно питаться и грамотно тренироваться. Не забывайте, что организму нужны все микро и макроэлементы, нутриенты и углеводы, и белки, и жиры. Никогда не слушайте человека, который посадит вас полностью на безуглеводку. Это говорит о том, что человек совершенно безграмотен и не разбирается в современных реалиях подготовки к соревнованиям. И просто ведение здорового образа жизни. Итак, моя история началась с того, что я пришла в тренажерный зал привести себя в форму, чтобы придерживаться здорового образа жизни, быть в форме круглый год и скинуть пару лишних килограмм в нужных местах. Первые месяцы у меня были хаотичные тренировки, так как я ничего не понимала в тренинге, и все-таки решила прибегнуть к услугам персонального тренера. Он готовил девчонок в фитнес-бикини и предложил мне поучаствовать. Сказал, что у меня неплохие шансы, хорошая генетика. Я до этого про бодибилдинг ничего не слышала, но посмотрела видео в соревновании по фитнес-бикини, загорелась, решила во что бы то ни стало подготовиться и беспрекословно выполняет все наставления своего тренера. Абсолютно грамотный подход. Девушка пришла в зал. Это похвально. Вопрос большой, как можно убрать что-то с конкретных мест. Мне, например, это неизвестно. Только хирургически можно делать локальную липосакцию. Если кто-то хочет убрать лишний жир с конкретных мест, у женщин часто проблемные места, так называемые уши на попе, они практически никаким целенаправленным образом не убираются. Человек обычно подкожная жировая клетчатка убирается равномерно по всему телу. Но крайне редко, мне вообще сложно представить, как это можно сделать локально. Локальная липосакция, хирургическая процедура. То, что она обратилась к тренеру, тоже правильно, молодец, так и надо. Возраст у нее позволяет, здоровье, судя по всему, хорошее. Как я уже говорил, подготовка к соревнованиям, она мотивирует людей для регулярных и грамотных системных занятий тоже хорошо. На данном этапе никаких вопросов к ее пути нет. Что касается локального жиросжигания. Действительно, конкретно вот взять и сжечь жир только в одном месте невозможно. Но локальное жиросжигание возможно. И у меня, и у Силуянова профессора есть об этом видео и статьи. Кому интересно, посмотрите, как это делается. Ведь подумайте, просто логически. Ведь жир накапливается в определенных местах. И если грамотно подойти к процессу жиросжигания, то мы можем направить целенаправленно на определенные участки, чтобы там локально жир пережигался быстрее, чем либо где в другом месте нашего организма. Все это возможно. И для этого, кстати, не нужны никакие секретные специальные препараты. Ни гормональные, ни какие-либо другие. Кстати, не забывайте о том, что сейчас все жиросжигатели на самом деле являются всего лишь термоджениками. Вы платите огромные деньги всего лишь за то, чтобы ваш организм повысил температуру на 1-2 градуса. Нужно вам это? Решайте сами. Лично я бы потратил эти деньги гораздо на более эффективные вещи. Как для здоровья, витамины, аминокислоты, так и для достижения каких-либо спортивных результатов. В том числе и жиросжигания. Думайте, друзья, всегда головой. И тогда у вас будет и результат, и хорошее здоровье. А бикини, в очередной раз повторяю, это достижение серьезного результата при сохранении идеального здоровья и улучшении его. До местных соревнований я оставалась 4 месяца. И тренер прописал мне диету. 75 грамм крупы, полкилограмма куриного филе и 100 грамм яблока. Было тяжело поменять свой рацион на такую однообразную ежедневную монодиету. На таком питании я продержалась месяц, когда мы начали оценивать результат. Тренер был недоволен и сказал, что без жиросжигателя не обойтись. Я спросила у него, не вредно ли это для здоровья. Он сказал, конечно, нет, это не вредно. От этого еще никто не умирал. Но сказал, не обращай внимания на этикетку. Будем все принимать по его собственной схеме. Прописал мне Клинбутерол и ЭКО. Большинство диет, которые используют в фитнесе и в бодибилдинге, они достаточно примитивные, простые. И с точки зрения медицины абсолютно неправильные. Могу сказать, что мои подопечные абсолютно по-другому питаются. И достигают неплохих результатов, выступая на профессиональных соревнованиях. Но это общепринятая вещь. Поэтому здесь в чем винить тренера. И прописанные препараты, как жиросжигатели, тоже они общеприняты. Но лично я скажу, я их не использую. У меня и без этого люди худеют достаточно. Но с учетом количества спортсменов, которые это все регулярно принимают и не имеют никаких осложнений, то я думаю, что вреда существенные для здоровья они причинить здоровому человеку не могут. Но естественно надо включать голову, надо ориентироваться не на формальные дозы, а на то, как конкретный человек переносит то или иное средство. Это тоже очень-очень важно. Здесь я целиком и полностью на стороне девушки. Хотите, кидайте в меня камни или во что-либо еще. Но я считаю, что видно, что целиком и полностью, уже после этих коротких высказываний, вина тренера. Вина тренера в том, что он посадил ее на безграмотную диету. Диету вредную для здоровья, диета, которая будет пережигать больше мышц, нежели жира, и тем самым вредит организму. Что мы и видим, у девушки после этого уже пропадает цикл. Он сажает ее еще и на клинбутерол, потому что он недоволен результатом. Но результатом должен быть недоволен в первую очередь клиент, потому что если вы выполняете все грамотные указания вашего тренера, у вас будет результат. Но о каких результатах вообще может идти речь, серьезных результатов, с первых шагов за первые 4 месяца? Организму нужно 3 месяца только на то, чтобы перестроиться. И ваши видимые результаты в лучшем случае начнутся только на 4 месяц. Но нет, пропадает цикл. Это говорит о том, что сбиты все гормональные процессы, что процесс тренинга вообще будет идти не туда, куда нужно. Сажается на клинбутерол. Клинбутерол не такой уж и безопасный препарат. Почитайте о нем. Конечно, если сравнивать его с инсулином, с диуретиками, он, возможно, менее безопасен. Но говорю, клинбутерол очень опасен. Он может даже вызвать проблемы со зрением, проблемы с определенными внутренними органами. И на первых порах он совершенно не нужен. Тем более в этой ситуации. То, что тренер назначил клинбутерол после 3 месяцев подготовки, с первых шагов, сразу же говорит просто, что он полный дебил. Реально. Если, конечно, это правда то, что мы слышим от девушки. Но я не вижу смысла врать, обманывать ей. Следующее. Эко. Действительно, единственные препараты жиросжигающие, это препараты, содержащие эфедрин. Настоящие эфедрин, не псевдоэфедрин. А в России, в Украине, не знаю, запрещены препараты, содержащие эфедрин. Потому что Россия, как всегда, по своей глупости запретила, после того, как Америка запретила препараты, содержащие эфедрин. Но Америка поняла свою тупость в этой ситуации. Потому что, кто не знает, я вам расскажу, как произошел запрет эфедрина. Один выступающий спортсмен, по-моему, бейсболист, набрал лишнего жира в межсезонье, когда у них был распуск, когда не было игр. Гамбургер. Естественно, там девочки, гамбургеры, все, что только можно было. Но в Америке подход очень серьезный. Если ты не выполняешь определенные нормативы, силовые, беговые, и не подходишь по соотношению жир, масса мышечная, то тебя просто не допускают к соревнованиям на следующий сезон. И даже обрубают с тобой контракт, и ты несешь огромные финансовые потери. Что делает этот чудо-спортсмен? Чудо-долбоеб, извините за выражение. Он берет, обматывает себя пленкой, несколько слоев, все тело. Одевает тяжелые костюмы, зимние костюмы на себя. И в жару, за 40 градусов, выходит на стадион и начинает бегать кругами. И при этом не пьет воду. Что с ним произойдет? Спросите своего ребенка, он вам скажет, этот сказочный дурачок просто помрет. Что и произошло. Но как всегда, СМИ, говножурналисты, которые в принципе, 99% журналистов являются говножурналистами, важна сенсация, не важна правда. Никому в этом мире не интересна правда. Тем более, что ее нет. И они массово во всех газетах начинают обвинять эфедрин, как он вреден. Посмотрите, вот бедный человек помер. Но никто даже не занялся исследованием самого процесса, самой ситуации. И естественно, какое-то время в СМИ поднялся большой шум. В Америке сразу запретили эфедрин. Но когда люди разобрались, когда провели расследование, когда увидели, насколько был сказочным дурачок, насколько сам целиком и полностью виноват в своей смерти, даже если бы он не принимал эфедрин, я гарантирую вам, что он бы помер от того, что он делал. Но нет. Поначалу нужна сенсация. Так вот, Америка разобралась, и она сняла этот запрет. Но про Россию делайте выводы сами. Так вот, нету препаратов в России с эфедрином. Ну просто нету, потому что это противозаконно. Если кто-то где-то вам привез с какой-то контрабандой, то и вы рискуете, и тот человек рискует, который вам это подарил или продал, неважно, или даже дал просто попользоваться. Это будет расцениваться как распространение. Так вот, друзья, препараты, содержащие эфедрин, действительно помогают жиросжиганию. Но тоже нужно учитывать возможные побочные эффекты, и нужно знать, кому они противопоказаны. Обязательно имейте в связке еще и врача, который бы следил за вашим состоянием здоровья со своей точки зрения. То есть должен быть спортсмен, должен быть минимум один тренер, иногда их несколько, и должен быть обязательно врач. На этом я закончу сегодняшнее видео. Не пропустите следующие части, где будет еще более интересные подробности о том, как этот чудо-тренер готовил бедную девочку к соревнованиям, к чему это привело. Друзья, обязательно оставляйте комментарии, но не оскорбляющие друг друга, меня или героиню нашего сюжета. Потому что моя система просто блокирует оскорбления. Высказывайте, негодуйте, критикуйте, но, пожалуйста, давайте быть корректными друг к другу. Не оскорблять, не переходить на личности. Тогда получится действительно конструктивный разговор между нами. Если у кого-то есть какие-то идеи, он хочет их высказать, чтобы был услышанным, присылайте мне видео, и я обязательно выложу их в этой серии видеороликов, или снимем отдельную серию. Всем пока, друзья. Думайте головой, помните, что первые два года нужно тренироваться в натуралку, хотите вы того или нет, основываясь только на базовом тренинге и грамотно питаясь, изучая попутно весь процесс тренинга, грамотного питания и, конечно же, восстановления. Увидимся в тренажерном зале. Хороших вам тренеров, сухих мышц. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok